Всем привет! Меня зовут Настя и добро пожаловать ко мне на канал, на котором мы с вами обсуждаем стиль моды шоппинг и все эти интересные моменты из моей жизни. Я вообще давно обещала снять вторую часть шоппинга влога из кос, но что-то все как-то не получалось и не получалось, так что сегодня мы будем уже смотреть новую полноценную коллекцию кос. Осень-зима, я так понимаю, я надеюсь уже появилось, да я уверена, что появилось уже что-то новое, много интересных вещей. И также, пока мы еще не переступили к главной части нашего видео, я хотела бы рассказать вам о том, что у меня есть мой телеграм-канал, на котором я появляюсь буквально каждый день, общаясь с вами в режиме лайв и ссылка по нему будет в описании. Так что давайте, как обычно, не будем затягивать и поехали! Я очень началась с самой любимой части аксессуаров. Такого ничего особенного пока не увидела, кроме этой сумки. Посмотрите, думаю, этот плач, этот пельмин, но это прекрасно, очень акцентно. Я даже, я не знаю, ребята, вам как? Я считаю, что мне нужно для себя прикупить такую балаклаву. Шерстяная балаклава стоит 59 евро. Кстати, мне еще нравятся такие сережки, очень похожи на мои. А вот, посмотрите, какая красота, что я нашла. Сейчас же это супер популярно стало. Все эти, не знаю, барашки мягкие, вот эти все улги, все подобное. Мне нравится, очень уютно выглядит. Мой любимый цвет, синий. Я думаю, мы с вами померим этот свитер, потому что я просто фанат электрика. Мне очень нравится. Мне кажется, мне лично такой цвет идет. Дальше юбка. Мы такую юбку мерили уже в оранжевом цвете. Но я бы еще померила черную. Возможно, даже как раз с этим свитером. Неплохо. А вот, кстати, мой свитер, в котором я снимала заставку. Кому интересно. 89 евро. Далее я постоянно обращаю внимание на этот свитер в кольце. Если не ошибаюсь, мы очень сильно в штате лезем. 79 евро. Хотя я буду начать наш сегодняшний обзор. Вот такое вот платье Макси, черное. Ну, не знаю, мне кажется, он у меня с вас сделает какой-то графинник. Очень мне нравится. Прямо в моем стиле. Супер классическая. Днем хочется вот так вот проспаться утром, надевать это платье и выходить, путь кофе в своем замке. Не знаю, почему у нас такая ассоциация с обыкновенным платьем-рубашкой. На самом деле, да, это такая рубашка, но оно идет в пол. В такой одежде я могу жить. На мне 38 размер. Мне так нравится, какое оно ровное. Оно вот такие все, знаете, детали изысканные. Как-то все идеально, симметрично. Еще очень бы хорошо смотрелось. Такое платье, например, какими-нибудь лоферами. На мне мой любимый гольф, который у меня уже есть. Я сегодня его знаю еще один такой. И, наверное, еще в таком синем цвете электрик, потому что я ношу их каждый день, его. Мне уже надоело его постоянно, знаете, стирать, ждать, когда он высохнет. Поэтому я просто хочу их много. Это лучшая шерстяная вещь, которая у меня когда-либо была. Это топ. В нем очень тепло. Им было все подходит. Потом джинсы в 27 размере. Джинсы тоже сели прекрасно. Очень сильно мне нравятся. Такие ровные, обычные ровные джинсы. Я давно такого я в косе не видела. В таком цвете ждала. И вот они появились. Вот эта кофта в синем цвете. Это просто любовь. Очень сильно люблю их. Вот такой вот пампинг-свитер. Оранжевый. Довольно-таки неплохой. Здесь вот какая-то зацепка. Мне нравится. Конечно, цвет не мой гардероб, но я думаю, показать вам стоит. С таким горлом его можно опустить. Размеры я все добавлю в описании к этому видео. Напишите мне, если вы носите такие вещи яркие, чтобы я чаще их снимала. А то у меня обычно, знаете, такая монотонная палитра в видео. Все мы не будем считать и Чендам Студио, которую я недавно снимала. Там вообще вырви глаз было. Еще один такой же гольф. Кстати, все гольфы в размере S. Еще один такой же гольф, но такой белый, прозрачный. Здесь тоже прикольно выглядит. Наград, еще как он выглядит с черным топом. Далее вот такой вот кардиган. Это вообще классическая модель. Стоит 100 евро. Размер S. Я его помню из прошлого года еще. И, возможно, я вам его когда-то уже снимала. Сейчас мы выйдем с вами в общую примерочную. Пока такие вещи, знаете, обыкновенные. Можно в это посмотреть. Джинсы в 27-м размере вот так на мне выглядят. Их можно было бы попоясать. Но вообще они такие ровные, ровные, классические. И мне, если честно, не хватает черноты. Я себе тоже ищу джинсы, но я хочу прям черные. Это, конечно, сероватые. Брукки в 34-м размере. Это самый маленький, который висел. Были еще только 43-ми. Такие вот широкие внизу. Я так понимаю, они шерстяные. Потому что это подсказывает. Стоит 89 евро. То есть, честно, колется. Вместе с этой, с этим волксвилем. Юбка в 36-м размере. Лично держит форму. Как бы вам показать. И свитер. Целок просто идеальный. В 13-м размере. Смотрит, какой образ, мне кажется, получился. Какой асистент. Нормальный фон. Неплохо выглядит. Вот, смотрите, юбка. Я когда снимаю черные вещи, они просто как черное пятно выбрали. Тут, наверное, свет лучше. Свитер с таким вот горлом. И вот с такими торковами они уже загнуты. Так, я уже сказала, свитер 115 евро. Юбка, я полагаю, до 100. Но все остальное в описании. Класс, мне нравится этот образ. Я ему много времени отдалила. Сколько я уже снимаю, не знала. У меня остался такой вот ленд-слит. Коричневый. Либо мне очень повезет, и я успею вам все показать. Какую же ошибку я совершила, когда решила померить этот кардиган на черную одежду. Он оставляет следы. Посмотрите на это. Я все равно его покажу. Возможно, кому-то понравится. Вот такой вот кардиган. Бабушкин немного. Так, видите, у этого кардигана 99 евро. М-ка. Это шерсть. И я еще один решила померить. Си. Тоже шерсть. Но уже 135 евро. Мне кажется, вам ничего не видно. Честно. Сейчас будем смотреть с вами пуховик. 175 евро. Ранка. Вообще, ничего лишнего. Пополичный стиликоз. У него и змейка, и пуговица. И вот так вот можно сделать. То есть шея будет тоже закрыта. Вот такая вот длина. Кстати, внизу еще есть резинка. По-моему, не видно, конечно, но она есть. Калманы на змейке. Честно, мне нравится. Я уже себе тоже такой взяла. Чтобы я точно не забыла оставить ссылки. Вот такой вот сейчас полетонный с вами будет. XS. И такой же черный будет. Вообще, невероятный материал. Очень приятно. Так. Тоже шерсть. XS, если честно, сидит неплохо. Но вот черный будем мерить в М-размере. И это же намного лучше, я считаю. Но все равно очень красиво. М-размерка вот так вот в руках. Очень неплохо. Хорошо. Так, черная пультура в размере М. 225 евро. Но она, конечно, невероятно крутая. Материал такой нежный. Я вам передать не могу. Очень мне нравится. Сидимый тоже такой взял. С радостью. Красота. Честно, пока фаворит мой. Но знаете, честно, я думаю, лучше бы все-таки, наверное, S. Потому что он какая-то прям, она прям складывается. Видите? Надо прям скутать, чтобы запутаться у нее. Ну, не знаю. Очень-очень красиво это то, что в третий кэмбелл, что в черном. Ребята, ну вот цветовая палитра. Все, как вы любите, мне кажется. Правильно? Сейчас с вами померим одно очень хорошее пульту. Стоимостью 225 евро. У меня будет 38-й размер. Я его уже мерила. Оно невероятное. Очень качественное. Такими красивыми пуговицами. Я любитель деталей всяких. Длинное, ровное. Если бы у меня не было моего пальто, я бы, не думая, взяла это. Потому что это такая база. Классика. То, что все ищут, но не могут найти. Оно здесь есть. Ближе покажи материал. Вот такой. Не знаю, как его писать. Меряем с вами вот такую вот рубашку. Но не просто так. А для того, чтобы дополнить ее черной безрукавкой. Безрукавка. Безрукавка. 100% на кашемир. 175 евро. Ну что, друзья. Я такое люблю. Мне кажется, они создавали специально друг для друга. Мне еще нравится, что она прикрывает все-таки паховую зону. А на мой рост вообще тяжело найти такие вещи. Так что это как одновременно платье. Ну, не прям платье. Хотя вам, возможно, кому-то будет и платье. Далее у нас вот такая вот шутственная юбка за 99 евро. Супер мини. Я решила померить из вот такой вот беленькой кофты. Известно, тут есть все цвета радуги. Зеленые, и синые, и розовые. Любая кофта. Любой лонгслив вы здесь сможете найти. Я не помню, говорила или нет. Стоимостью 49 евро. А на все. И последняя вещь на сегодня. Это вот такое вот супер минималистичное платье. В 36-м размере. Но я вам скажу, что мне кажется, 38-м был бы лучше. Потому что рукава немножко коротковат. И вот так это делаю, мне немножко тянет. Но в целом, такое супер классическое платье. Материал можете наблюдать. Еще могу сказать, что очень тугие плываются. Просто невозможно тугие. Боялась порвать, когда расстегивала, чтобы лезть с головой. Делала внимание на вот такой вот кардиган. Он укороченный. И на вот такой вот завязочке. Тоже очень симпатично выглядит. Такой супер-супер осенний цвет. И, кстати, он такой же есть в сером цвете. Также мы с вами не мерили вот такую вот куртку. Но она довольно-таки необычная. Куртка Телли. Я бы даже, знаете, не куртка, это даже анарак, наверное. Вот все будет. С вами можете наблюдать. Качество. В тот момент эти шубы, они уже висят с прошлого года. Мне кажется, мы с вами когда-то мерили подобную шубу. Потом были. А этот свитер напоминает мне фильм Битлджус. Не знаю, почему такое хэллоуинское настроение. Но все-таки у Битлджуса был черно-белый. По аксессуарам вот такие вот перчаточки. Замечательные. На перчатке, а варежке 69 евро. И вот такие вот двухцветные, даже трехцветные именно же перчатки. Стоимостью 69 евро. Плюс я хочу показать вам эти замечательные шарфы. Вот есть в таком оттенке. Есть еще такой фиолетовый. Сейчас мы посмотрим, что он фиолетовый. Мне фиолетовый больше нравится. Ну и стандартные шапки. Такой вот накладной капюшон. Вот замечательный шарф. Просто якобы акне стулиус. Но кос. Но очень красивый мне нравится. И там, где у акне акне написано, у коса кос. Панамы я, если честно, не особо понимаю. Но только разве что на пляже. А вот такие вот панамы, вязаные, на зиму, я даже не знаю. Еще посмотрите, какая интересная кожная сумка. То, что досмотрели это видео до конца. Обязательно пишите в комментарии под видео, какой образ или вещь вам понравилась больше всего. И увидимся уже в следующем видео. Пока.